Привет, меня зовут Даша, это мое новое видео, и сегодня оно снова будет о моде и о стиле. Хочу с тобой поговорить о капсульном гардеробе на весну 2020 и показать один из его вариантов. Я сегодня просмотрела много интернет-магазинов, выбрала вещи, которые мне понравились, и составила для тебя капсулу. Что такое вообще капсульный гардероб? Это набор вещей от обуви до верхней одежды, из которых можно составить полные образы, и которые между собой очень хорошо сочетаются. То есть, если у тебя есть капсульный гардероб, то у тебя просто отпадает вопрос, что надеть. У тебя есть образы, причем разные варианты образов, на все случаи жизни. Конечно, кроме каких-то там экстра-ивентов, если у тебя, допустим, свадьба, или тебя пригласили на премию в Канн, еще куда-то, я не знаю. Но образы в стиле casual, в деловом стиле, даже на какую-то фотосессию, на деловую встречу у тебя обязательно будут. Капсульный гардероб это очень удобная вещь, я убедилась на себе. Вещи, которые я подобрала в эту капсулу, они из масс-маркет брендов и брендов middle сегмента, так что они относительно доступные. Можно легко найти в интернете, не обязательно брать именно то, что я показываю, именно конкретно эти вещи, но какое-то общее понимание я тебе сегодня дам. Так что давай начинать. Для начала хочу сделать полный обзор всех вещей, которые я подобрала. Вещи я эти искала онлайн, но на проверенных сайтах, проверенных брендов масс-маркет и middle сегмента, в качестве которых я уверена, я знаю, что они будут хорошо сидеть, там хорошая размерная сетка, их легко заказать. Так что с этим проблем не должно быть. Давай начнем с элементов низа. Я подобрала для тебя пять вариантов. Первый это брюки такого нежного селькового голубого цвета. У них хороший фасон, они с высокой талией, защитами. Они абсолютно свободные, они будут хорошо смотреться как с кабельком, так и с низким ходом. Следующая тоже свободная брюки, уже в черном цвете, такой более классический вариант. Дальше юбка длины миди. Она атласная, светлая, цвета слоновой кости. И мне очень нравится эта юбка как альтернатива плессированной, потому что лично мне плессированные уже очень надоели. Ну это такое мое субъективное мнение. Дальше джинсы. Супер классические джинсы. Тоже с высокой талией. Они будут красиво облегать фигуру сверху, но внизу они прямые. Они слегка укороченные. И внизу у них необработанный край. И последний вариант низа это спортивные штаны. Серого цвета. Тоже классика, супер удобно. Дальше перейдем к верху. Тут я уже подобрала семь вещей. Первая вещь это жилет. Жилеты сейчас вернулись в моду, они супер в тренде. Мне нравится его принт гусиная лапка. Далее кардиган молочного теплого оттенка. Очень красивый. Такой слегка оверсайз со спущенным плечом. С такими широкими рукавами-валанами, что тоже сейчас очень модно. А затем блуза. Атласная нежно-голубого цвета. За ней абсолютно классическая белая рубашка. Вариант белой футболки с таким минимальным принтом. Обращаю внимание, она идет свободного кроя с таким слегка удлиненным рукавом. Тоже свободным, что очень важно. Вот именно такие футболки выглядят всегда классно. Они держат форму, они не обтягивают. И тем самым в образах они всегда смотрятся выигрышно. Дальше наш верх от спортивного костюма худи серого цвета. Но ее можно комбинировать не только со спортивными штанами, а еще с джинсами, даже брюками. И последний вариант, это такая плечатая кофта с большим трапециевидным вырезом. Что тоже тренд. Сейчас очень модно, когда вырез, во-первых, большой, во-вторых, геометрической формы какой-то четкой. У нее супер красивая рукава-валаны. Дальше у нас платье. Я подобрала 4 варианта. Первый вариант платья длины миди. С принтом тай-дай. Оно бежевое, с такими яркими вкраплениями. Оранжевого, темно-синего, фиолетового. У него очень актуальный крой. Оно не приталенное, с длинным рукавом, V-образным вырезом. То есть платье на весну просто идеальное. Следующий вариант платья мини. Такого светло-оливкового цвета. Сложно описать. Он такой серо-зеленый. В общем, очень красивый, благородный цвет. Платье на ремне. У него тоже V-образный вырез. Длинный рукав. И оно сделано под кожу. Сейчас кожаные вещи в тренде. А тем более, когда кожа таких необычных оттенков. Это просто супер. Следующий вариант. Платье комбинация черного цвета. Атласное. Супер классическое. На тонких бретельках. Очень женственное. Его легко со всем сочетать. И, ну, я думаю, ты знаешь. Это вещь, которая выручит всегда. Оно подходит чуть ли не на все случаи жизни. Третий вариант. Это тоже платье мини нежно-голубого оттенка. Очень красивого. Это платье-рубашка. Оно с длинным рукавом на запах. Тем самым подходит большинству типов фигур. Потому что платья своеобразным вырезом и на запах создают красивый силуэт. Дальше верхняя одежда и жакеты. И начнем с тренча. Красивый тренч. Такого карамельного цвета. Слегка темнее, чем классический. Но мне это даже нравится. Это необычно. Дальше светлый молочный жакет. Тоже двубортный. С контрастной фурнитурой. Его плюс в том, что он хорошо структурированный. То есть он держит форму. Далее клетчатая рубашка из плотной ткани. Которую я предлагаю носить как верхнюю одежду. Она хорошо подойдет для теплой весны. Мне нравится ее клетчатая расцветка. Белые, коричневые, черные и светло-голубые полосы. То есть ее можно легко сочетать с этими четырьмя цветами. Дальше черный кожаный жакет. Кожа в этом году очень популярна. И последнее это зеленое пальто. На запах, с поясом, с красивыми деталями. На рукавах. Рукав тут достаточно широкий. Дальше обувь. Я подобрала шесть вариантов. И первый вариант босоножки. На очень теплую весну. Они на таком плоском каблуке. Он средний, даже ближе к высокому. У них квадратный мыс. И очень красивые тонкие ремешки. Затем черные ботинки. Шнурованная классика. Дальше очень модная вещь. Это кроссовки New Balance. Которые в этом сезоне хотят просто все. Они уже засветились просто у каждого блогера в инстаграме. Особенно сочетание широкие брюки и эти кроссовки. Это сейчас просто топ. Дальше лоферы. Но лоферы необычные. С такой очень грубой тракторной подошвой. Мне очень нравится микс стиля. Здесь вроде бы лоферы. Такая деловая классическая вещь. Но с другой стороны это грубая гранжевая подошва. Дальше туфли. Лодочки с квадратным мысом. Стеганные. На таком небольшом каблуке рюмочки. И последний вариант обуви это казаки. Они светлые. Тоже с квадратным мысом. Квадратный мыс сейчас в тренде. Сверху они идут на резинке, что немаловажно. Это очень удобно. У них такой интересный принт. Сочетание двух оттенков кожи. Контрастная подошва. Контрастный каблук. Последняя составляющая нашей капсулы это сумки. Пять вариантов разных сумок. И первый это такой цветовой акцент. У нее форма багет. Флэшбек из 90-х. Мода 90-х сейчас на пике. Также мне нравится в ней декоративный элемент цепочка. Первая светло-желтая сумка была нейлоновая. Следующая сумка кожаная, черная. Очень большая. В этом году большие сумки в моде. Тем более это удобно. С такой сумкой можно пойти на работу, на деловую встречу. Потому что первое и самое важное это в нее поместится ноутбук. А без ноутбука сейчас никуда. Следующая сумка тоже не в стиле 90-х. У нее такой классический бежево-синий принт. Ненавязчивый я бы сказала. Следующая сумка тоже большая. У нее такая женственная форма. С ней тоже можно ходить на работу, на деловые встречи. И самое главное в ней присутствует плетение. Она кожаная. И вот это кожаное плетение сейчас очень популярно. Многие бренды делают это плетение. И последний вариант это такая микросумка-пирожок. Черного цвета, кроссбадди. В которую особо ничего не поместится. Она больше служит как аксессуар. Но это кожа, это структура. Тонкий кожаный шнурочек придадут образу стиля 100%. Мы с тобой разобрали все элементы нашей капсулы по отдельности. А теперь я тебе покажу сочетание, которое можно из этих вещей сделать. То есть полные готовые образы. Сегодня их будет 14. И это где-то 1 четвертый образ, который можно составить из этой капсулы. И первый образ на сегодня. Допустим на прогулку в casual стиле. Из чего он состоит? Джинсы. Футболка. На футболку я предлагаю надеть жилет. Футболку можно как заправить в джинсы, так и оставить ее поверх. Футболка должна быть оверсайз. Жилет тоже должен быть оверсайз. Он не должен обтягивать. Из верхней одежды тут тренч. С этим образом его можно носить как застегнутой, так и нараспашку. Из обуви лофера и наша плечистая сумка. Следующий образ на деловую встречу. Тут мы оставляем наш жилет и тренч. Но уже вместо джинс мы надеваем черные классические брюки. И под жилет мы надеваем белую рубашку, которая тоже должна быть свободная. То есть рукава в ней не обтягивающая. Под этот образ я предлагаю надеть бежевые туфли на небольшом каблуке. И взять с собой большую черную сумку. Дальше образ, в котором можно пойти на шопинг. Из прошлого образа я оставила здесь лишь сумку. И вот наконец мое любимое супер трендовое сочетание. Это кроссовки и черные брюки. Черные брюки идут классической длины. То есть их можно надеть с каблуком. Они достаточно длинные. Но за счет того, что эти кроссовки массивные, на такой достаточно большой подошве, эти брюки ложатся на кроссовки. Даже немного собираются с вкладками. И это выглядит мега стильно. А с брюками я предлагаю надеть футболку и кардиган. Следующий образ на ужин в ресторан. Он в женственном стиле. Это черное платье-комбинация. В сочетании с белым жакетом, черными босоножками и маленькой, я бы даже сказала, микро-сумкой-пирожком. Этот образ на теплую весну, на май. Следующий образ в аэропорт. А в аэропорту, что самое главное, это комфорт, конечно же. Тут я предлагаю надеть спортивный костюм. Вверх и вниз вместе. В подходе можно надеть футболку. Эту футболку я предлагаю в штаны не заправлять, а ставить ее на выпуск, чтобы она слегка выглядывала из подхода. Как бы это странно ни звучало, но спортивные костюмы очень круто сочетаются с тренчами. Когда капюшон идет на выпуск, тренч на распашку, выглядит это очень стильно. К этому образу я предлагаю надеть кроссовки и как цветовой акцент взять небольшую сумочку лимонного цвета, в которой поместятся самые важные документы, билеты, которые нужны в аэропорту. Следующий образ на встречу с подругой. С одной стороны он женственный, с другой комфортный. За основу я взяла жилет и юбку. Жилет я предлагаю надеть на голое тело, ну я имею ввиду на белье. Это выглядит очень нежно. Из верхней одежды я выбрала зеленое пальто, казаки. Еще один цветовой акцент в этом образе это сумка. То есть внутренность образа получается такая светлая и спокойная, а сверху он яркий и весенний. Если ты, допустим, боишься сочетать такие яркие цвета, то никто не запрещает сюда взять черную либо бежевую сумку, она тоже сюда прекрасно подойдет. Следующий вариант это образ на свидание. На такое более молодежное свидание я бы сказала, тут я предлагаю надеть брюки, заправить в них белую футболку. Сверху наша плотная рубашка, которая идеально будет сочетаться с брюками, потому что и там, и там есть голубой, светлые казаки и клетчатая сумка. Следующий образ подойдет для офиса. И тут я предлагаю белую футболку заправить в черные классические брюки. Сочетать это все с молочным жакетом, бежевой большой вместительной сумкой и лоферами. Следующий образ более официальный для такого строгого офиса. Тут мы просто меняем футболку на голубую блузу. Из обуви я выбрала лодочки на небольшом комфортном каблуке и большая вместительная сумка. Следующий образ на еще одно свидание. Это свидание я представляю себе таким более взрослым. Это, возможно, поход в ресторан, либо на какую-то выставку. За основу я взяла платье с принтом тай-дай. Оно будет прекрасно сочетаться с молочным жакетом, очень женственными лодочками и небольшой черной сумкой. Если ты не любишь такие свободные платья, либо они не подходят твоему типу фигуры, то к этому платью можно всегда добавить тонкий черный ремешок, чтобы выделить талию. Следующий образ в кино, и это casual образ, джинсы, футболка, клетчатая плотная рубашка, черные кожаные ботинки и сумка. Я думаю, в этом образе ты будешь чувствовать себя очень комфортно. Если тебя пригласили на день рождения, то ты можешь надеть следующий образ. Светло-оливковое мини-платье из кожи, которое будет просто идеально сочетаться с черными кожаными казаками, потому что у них перекликаются цвета. Вот это зеленца в платье, и зеленое пальто тоже хорошо между собой сочетаются, и маленькая черная сумка. Следующий модный трендовый образ можно надеть на фотосессию в городе, либо если ты идешь просто куда-то гулять с друзьями, и вы хотите пофотографироваться где-то классно. Я предлагаю надеть голубые брюки в сочетании с белой футболкой. Из верхней одежды клетчатая плотная рубашка, которая идеально сочетается с брюками. Кроссовки и маленькая черная сумка. Последний образ на сегодня, на более теплую весну. Его можно надеть, когда ты идешь, допустим, в кафе с подругой. Тут мы оставляем те же брюки с футболкой, но к ним мы уже надеваем черный кожаный жакет, черные босоножки и клетчатую сумку. Это были все образы, которые я хотела показать тебе сегодня, но на самом деле их можно еще составлять и составлять и составлять. Тут уже все зависит от твоей фантазии. Если тебя заинтересовала именно эта капсула, то я составила для тебя подробную презентацию, в которой поместила все эти вещи со ссылками, по которым можно перейти и вещи эти приобрести. Также в этой презентации будут все образы, которые я показала сегодня. И еще больше образов, еще больше комбинаций, которые можно составить из этих вещей, которые будут 100% выигрышно смотреться. Они будут тебе всегда помогать. То есть на любой случай ты будешь знать, что надеть, у тебя всегда будут варианты, и у тебя отпадут просто миллион проблем, миллион вопросов. Подробная информация, как приобрести эту презентацию, будет внизу в описании видео. На этом на сегодня все. Спасибо тебе большое за просмотр. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Если да, то поставь, пожалуйста, лайк. Напиши комментарий, мне будет очень приятно. Также подпишись на мой канал. Внизу есть красная кнопка, она должна стать серой. Поставь колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И пока, надеюсь, скоро увидимся.